Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Это первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна.ФМ» программы «Лучшее в стране». Александра Хайрулина. Я вас искренне приветствую и с радостью вам представляю своих гостей. У меня сегодня удивительно талантливые люди. И, между прочим, не просто так. Дело в том, что грядет событие для интересующихся видеоартом и вообще искусством и всем прекрасным и красивым. Этот час для вас. Рассказываю подробно. 7 по 16 февраля в Центре дизайна «Артплей» пройдет международный фестиваль видеоарта сейчас и потом в 18. И вот как раз у нас в гостях Марина Фоменко, директор и куратор фестиваля, художник, и Настя Кузьмина, художник. Здравствуйте, дорогие мои. Очень рада. Марина, надо сказать, у нас уже второй раз в гостях. И как раз в прошлом году наша встреча была по поводу фестиваля «Сейчас и потом 17». Ну, что и логично, сейчас 18 год и 18. Тогда тема была флэшбэк, название было такое у этого фестиваля. Да, на этот раз мы видим, что тем заявлено как автономная реальность. Марина, конечно, слово вам предоставляется сейчас, наверное. Восьмое по счету фестиваль, да в чем его отличие, ну и какие-то подробности, конечно, ждем сразу же из первых сгуст. Фестиваль проходит уже восьмой год. Вообще, это, мне кажется, такой огромный срок, потому что вроде бы недавно мы только начали и собрали первый раз 100 заявок, а в этом году, так же, как и предыдущие несколько лет, мы получили их уже около 1000 заявок, мы даже их точно сосчитали, их 952 заявки из 72 стран. Вот так. Да, и прислали очень много вообще, на самом деле, честно, хороших работ, вот самых разных художников, и вот что удивительно, самых разных возрастов. Вот в этом году у нас первый раз участник, участница, которой вот в 2018 году исполнится 90 лет. Боже мой! Нет, правда, это очень известная оказалась художница из Аргентины, Нарсиза Хирш. Ну, она не одна, их такая компания, три автора подготовили работу, и она известный вот в Латинской Америке, видеофудожник и режиссёр экспериментального кино, и просто для нас это было очень приятно, это удивительно, я считаю, что это прекрасно, я всем нам желаю, чтобы мы в 90-е лет участвовали в фестивалях международного уровня, делали работы. Соглашусь с вами, абсолютно. Марина, а если да, о низком пороге говорят, то есть кто? О самом низком, мы не спрашиваем специально возраст авторов, но вот я могу, например, предположить, что художник из Непала у нас есть, он такую замечательную работу, посвящённую своей бабушке, прислал нам, он только что закончил колледж, так что ему 20 с небольшим лет, ну, я думаю, 22-25, мы так условно скажем, так что у нас, видите, от 20 с небольшим до 90 лет. Замечательно, я думаю, что 100% с годами точно фестиваль будет молодеть, участники обязательно, мне кажется, будут молодеть, это 100%, потому что людей, которые снимают, которые любят, эту красоту, их огромное количество. Конечно, конечно. Вот, и в этом году фестиваль у нас, всегда проходит фестиваль в течение, там, 2-3-4 недель, он проходит в музеях или на площадках современного искусства. И в этом году мы показываем фестиваль на нашем очень известном и всеми любимом арт-кластере «Артплей», мы показываем фестиваль в так называемом «Малом зале», но он совсем не малый, этот зал представляет собой, вернее, он составляет более тысячи квадратных метров, и не просто пространство, а с разными балконами и закоулками, где мы разместим вот все наши 44 работы, которые мы хотим показать. Сколько отобрали из почти тысячи? Да. Ну, отобрали, ну, всегда приходится отбирать, и у нас 28 работ в конкурсной программе, и 16 работ в овнеконкурсной программе. Конкурсную программу будет оценивать жюри. А жюри, вот, это первый раз вот в нашей, в истории нашего фестиваля, все участники жюри приедут к нам в Москву. Приедет директор фестиваля видеофорума из Франции Габриэль Сушер, приедет директор медиэйшн с биеннале из Польши Томаш Вендленд, приедет из Аргентины куратор фестиваля видеопоэзии Видеобардо Морисоль Белуши, и еще будет наш очень известный, уважаемый нами куратор Ирина Горлова. Она заведующая отделом новейших течений Тресюковской галереи. И вот они все у нас соберутся, и здесь, прямо в Москве, просмотрят программу. И только после этого узнают победителей. То есть, если открытие проходит 7 февраля, то когда примерное подведение итогов, возможно, будет? Ну, вот наши члены жюри у нас пробудут в Москве до 11-го числа, те, кто к нам приедут в гости. 10-го числа у нас будет очень интересная конференция с их участием, где они расскажут о своих фестивалях и покажут свои программы. И я думаю, что вот и 10-го числа, или, может быть, 11-го, мы сможем уже объявить победителей. Они уже свою работу закончат к этому времени. Мария, что касается победителей, сколько их будет, и на что они рассчитывают, победив в этом конкурсе, в фестивале? У нас будет, ну, в общем-то, три победителя. Первое, второе и третье место. А дальше уже жюри может работам, которые они считают нужным отметить, упомянуть их в специальном упоминании жюри. И в том случае, если ни одна российская работа не займет призовое место, будет также... Неужели такое возможно? А как же Настенькины работы? Вот мы посмотрим. Это интрига, это мы все узнаем. Но тогда будет выбрана лучшая российская работа членами жюри. А в качестве призов в этом году, вот мы первый раз сделали такие призы. Ну, это пока секрет, их никто не видел. Ну, это вот настоящие, как бы, призы для первого, второго и третьего места. То есть, ну, в общем, это то, что можно будет поставить красиво, любоваться этим, всем показывать, как положено. Надеюсь, что будут, да, любоваться. Это впервые, да, Марина? До этого не было. Нет, до этого мы не делали. Ограничивались просто, ну, победным местом, естественно, это значит в резюме, где-то, да, почету слава. Нет, им мы выплачивали приз в денежной форме. Ну, вот в этом году мы решили, что надо художникам на память оставлять о фестивале. Ну, конечно, конечно, это же сам момент вручения, нужно вспоминать, сказать вот эти вот слова благодарности кому-то. Это все непременно, мне кажется, в каких-то фантазиях, мечтах присутствует у каждого человека, и в том числе, конечно, у художника, разумеется. Но я так понимаю, что для вас, Марина, это особенный какой-то, да, фестиваль все-таки. И каждый, конечно, он особенен по-своему фестиваль, но тем не менее уже восьмой год подряд вы же являетесь не только директором-куратором, вы же и, ну, основательница этого фестиваля, я так понимаю, все целиком полностью, идея, все на вас. Ну, я его когда-то придумала, и вот так получилось, что он начал жить и вот продолжает жить. Вас радует тому, как все больше и больше людей узнают о нем, какие люди соглашаются приехать, принять участие, их реакция на этот фестиваль? Конечно, это вот мы видим с каждым годом, что к нам присылают свои работы не только вот начинающие художники, которые, конечно, им интересно участвуют в как можно большем количестве фестивалей, но и художники уже известные и очень известные. И просто видно по качеству работ, что присылают свои работы хорошие художники. Это значит, что наш фестиваль знают и вот каким-то образом ценят. Конечно, это прекрасно, да. Настя, ты узнала об фестивале или фестиваль нашел тебя и предложил стать участницей своей? Ну, нет, конечно, я о нем узнала, потому что там каждый год делали open call. Я подавала, наверное, второе участие мое и вторая подача заявки. Первый год, первый раз я участвовала года два назад или три вместе. В 15-м году, я помню. В 15-м, да, да, да. Вы не были знакомы, да, еще, Мария? Нет, я уже были. И да, тогда я участвовала с хорошей художницей. Мы сделали работу с Надей Гришиной, видеоработу. И эту работу даже отметили, вот специальное упоминание жюри было приятно. Ну, в общем, сразу с первого раза, да, и это достаточно успешное участие, конечно. Ну, в этом году поделись, пожалуйста, что у тебя за работа представлена. Во-вторых, ну, как ты, чувствуешь ли ты уверенность? Ну, я вообще рада, что я уже попала в этот список. Ну, в общем, да, из тысячи в 44 заявки, это да. А, нет, Настя, в конкурсной работе, то есть 28. Ну, да, да, да. Ну, да, и здорово, что она будет просто показана, во-первых, и увидит много людей. А работа, это видео, вообще видеоинсталляция, которую я вот в мае показывала на выставке в музее Сидура. Называется она «Поисковик Малик». Это твоя персональная выставка была личная? Да, 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 персональная выставка, и вот это видео я снимала, когда я была в резиденции в Австрии. И такая видеоработа, где идёт человек с огромной головой из папье-маше, и он как бы пересекает Европу. Там видео было снято в Зальцбурге, в Вене, в Берлине. Кто был этим огромным человеком? Ну, это была я. А кто делал эту огромную голову из папье-маше? Это тоже я была. В общем, я там была три месяца, и вот за три месяца я придумала такую работу. Сделала там эту голову, и этот человек, ну, ещё у него много вещей с собой, они тоже из папье-маше. Это такой вот скиталец для меня лично был. Мы, в общем, это и я тоже, и мне кажется, мы все, которые, ну, постоянно ищут себя. Себя по жизни, наверное, да? Это в таком глобальном большом смысле. Да, плюс это такой информационный кочевник. Как вот мы находимся в сети интернет сейчас, и постоянно ищем какую-то новую информацию. В общем, там видео поделено на две части. Одна, вот мы наблюдаем, как этот человек проходит Европу, а вторая часть — это просто поиск веб-сёрфинг в интернете. Он встречает какие-то незнакомые слова, эти слова забиваются в Google, и идёт поиск по картинкам. Настя, ну ты заинтриговала, очень хочется посмотреть. Друзья, прервёмся совсем ненадолго, очень скоро продолжим общаться с нашими гостями. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Программа продолжается. Друзья, с 7 по 16 февраля не пропустите, пожалуйста, в Центре дизайна «Артплей» международный фестиваль видеоарта «Сейчас и потом 18». У нас сегодня в гостях директор, куратор фестиваля Марина Фоменко и Настя Кузьмина, художник, чьи работы мы также с вами с огромным удовольствием можем наблюдать на этом фестивале. Немножко уже поговорили о фестивале, но, конечно, есть ещё что рассказать и о чём спросить. Итак, это будет на самом деле, надо сказать, малый зал, ну, как нам уже сказала Марина, зал не такой малый, как кажется, там несколько комнат и балкон, и всё это пространство будет очень умело использовано. Будет несколько экранов, да. Как выяснилось, обычно подобные фестивали проходят как фестивали, как кинофестивали, скажем так. Зрительный зал на экране транслируется, то здесь же можно будет всё-таки перемещаться по комнатам. Сколько будет экранов? Экранов у нас будет всего 12, и мы всю нашу программу конкурсную и в неконкурсный разобьём на несколько сборников, а точнее на 11 тематических. Каждый примерно будет длиной около 30 минут и показывается постоянно зацикленный на своём экране все те 10 дней. То есть, в принципе, в любое время можно приходить, не смотреть на расписание. Да, в любое время можно прийти и посмотреть, да. И на отдельном экране мы будем всё время показывать конкурсную программу, она идёт больше 4 часов. И для тех, кто любит посмотреть, как кино сиди или хочет посмотреть специальную конкурсную программу, вот будет организован такой непрерывный показ её. Слушайте, как здорово. Я предлагаю сейчас нам всем посмотреть небольшое видео, это тизер, так называемый, фестивали «Сейчас и потом». Автор работы, друзья, Марина Фоменко. Марина, расскажите, пожалуйста, что было использовано в этих работах. Это фрагменты как раз? Это фрагменты всех работ, которые принимают участие в фестивале. Вот это вот там, где была капля, это был как раз крошечный фрагмент работы нашей самой старшей участницы. 90-летней художницы. Нарсиза и Хирш – это вот работа Евгения Гранильчикова, нашего художника. Это работа художника из Норвегии. Ну, тут такие крошечные участки, что я не буду успевать за ними говорить. Это работа японского художника по фамилии Сокурай, очень красивая. Эта работа снималась в бывшем бункере в Югославии, но мы уже перешли. Это была работа тоже наших участниц, там, где они топорами рубят траву. Так, это работа участницы из Израиля. Как вы запоминаете? А вот Настя. А вот тот самый человек. Это тоже работа российской нашей художницы Лены Артёменко. Это работа шведской художницы Наташи Данберг, которая препарирует инсталляцию. Это работа художницы из Ирана. Это, честно говоря, моя работа. Она не будет нигде. Это у нас будет маленькая специальная программа, в которой будет моя работа. Эта работа была художницей из Германии. Это работа Александра Метлянской, которая тоже не участница, а будет в маленькой специальной программе. Это работа японского художника. Это работа художника из Великобритании, на которой мы остановились. Видите, какие от чудес, которые происходили, даже мне говорят, что у нас видео зависло. Но если мы попробуем сейчас ещё раз попробовать запустить это всё, я удивляюсь. Как вам, Марина, даётся запомнить всё это? Скажите, пожалуйста. Потому что, когда вот несколько месяцев с ними работаешь, просматриваешь, потом монтируешь, то уже, мне кажется, я их наизусть знаю все работы. Ну вот пока, пускай тогда проходит с самого начала эта история, да, подхватим, когда дойдём до того самого места. Наверняка есть у вас какие-то, может быть, уже художники, которых вы так обожаете, пословно. Может быть, на которых вам очень хотелось, чтобы они победили. Ой, нет такого. И каждая работа достойна? Нет, они все очень хорошие, и они все очень разные. Что удивительно, просто работ даже по стилю и по тематике похожих практически нет. Они настолько разные, что прямо думаешь, как художники по-разному мыслят вообще, и какие разные их волнуют темы, и как они реализуют их по-разному. Если говорить о самом названии «Автономная реальность», это ваша идея, Марина, называется так, фестиваль, но тогда расскажите, почему, и как нам это должны понимать. Автономная реальность, мне кажется, это та реальность, которую мы создаём. Потом вот Настя на работу, извините, ещё раз посмотрим. Это та реальность, которую мы создаём для себя сами. Она может быть, эта вот автономная реальность, мне кажется, она очень становится для нас важна в наше время, время глобализации. Когда всё кругом прозрачно, все объединяются, мы можем достать через интернет в любой уголок мира. А вот это вот та реальность, которую мы можем выделить для себя из этой всемирной нашей огромного мира всеобщего. И для разных художников эта автономная реальность, она реализуется в разных вещах. Вот Настя рассказала про свою работу, а потом... Для некоторых художников они находят автономную реальность в своей семье и создают такие очень интимные, интересные работы, посвящённые именно своим близким. Некоторые художники занимаются такой как бы исследовательской работой. И это тоже вот их та самая автономная реальность, которую они исследуют. Вот, например, работа японского художника Сакурай, она визуальна, она очень красивая, и там присутствует музыка, которой он сам написан. Да, да, здорово. Ну, на самом деле, да, он исследовал рисовые поля. Он опускал туда камеру, опускал туда микрофон, и потом уже монтировал. Это вроде бы, вот ты смотришь на неё и понимаешь, что это снимаешь под водой, но оно какое-то странное. То есть он там делал всякие незаметные комбинации, чтобы создать такую очень странную реальность. Или вот ещё одна очень интересная работа, она тоже исследовательская, но в такой очень непривычной для художников области. Это работа художника Младена Бундалы из Бельгии, которая называется «Гиперинфляция». Но она на самом деле о гиперинфляции. Как? Тема этой работы – это обвал югославского динара в 90-е годы. И художник, то есть за кадром он кое-какую информацию нам рассказывает о том, как это происходило. А визуально он визуализировал это в виде такого очень тонкого графического рисунка, такого эстетского. Просто вот если не знать, что это, вот речь идёт о падении динара, можно просто смотреть, как на смену красивых картинок. Но это не просто картинки, они основывались на тех картинках, которые набыли на этой денежной единице. И вот необычные очень работы попадаются. Мы должны прерваться совсем ненадолго, у нас небольшая пауза рекламная, после чего продолжим. Оставайтесь с нами. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Программа продолжается. Друзья, мы продолжаем с вами говорить про международный фестиваль видеоарта «Сейчас и потом 18», который пройдёт 7 по 16 февраля в центре дизайна «Артплей», и каждый из нас с вами может оказаться и должен, в общем, в любое свободное времечко выбрать можно денёк и отправиться желательно несколько часов, потому что работ очень много, работ все яркие, интересные. Всего 72 страны, хотя нет, наверное, представлено в итоге меньше. Это присылали заявку, 70 из 72 стран пришло, посмотреть можно будет меньше. У нас сегодня в гостях Марина Фоменко, директор и куратор этого фестиваля, и Настя Кузьмина художник, чьи работы будут представлены на этом фестивале в том числе. Марин, я хочу попросить вас рассказать вот о чём. За годы существования, напомню, кто нас, может быть, только что стал слушать или подзабыл уже, что в восьмой раз проходит фестиваль, и, в общем, надо сказать, что он, несмотря на то, что он проходит в Москве, но он продолжает потом жить и в течение года, так или иначе, в разных уголках страны на различных выставках, где-то фестивали, да, что-то проводится. И в том числе и по нашей стране тоже, я так понимаю, происходят какие-то поездки. На этот раз, если мы обращаемся к людям, которые не живут в Москве в ближайшее время, к сожалению, не смогут оказаться в качестве гостя в столице, где можно будет потом увидеть эту выставку? Ну, мы заранее такого плана не составляем. Как-то наше сотрудничество всегда развивается в динамике и иногда спонтанно. Ну, традиционно мы показываем наш фестиваль, например, в Самаре. Показываем мы его в Санкт-Петербурге, показывали мы его в Кирове, в Красноярске несколько раз. Вот в этих городах, мне кажется, мы бы с радостью показали наши программы, и они нас ждут, я надеюсь. И в Калуге еще показывали, и в Саратове, и надеюсь, что и как бы будет возможность показать и в большем количестве городов. Да, еще в том году показывали в городе Кургане на фестивале современного выпускного Кургана. Хорошая очень география. Да, поэтому это очень интересно, конечно, чем больше городов самых разных. Что касается других стран, уже намечены какие-то поездки? Ну, планируется, что мы уже в марте покажем нашу программу во Франции, потом будет показана программа в Польше, видимо, в Германии, в Аргентине. Ну, вот точного плана мы не составляем, но обычно география очень большая. Ну, нужно следить, я знаю, за расписанием на официальном сайте. Там, как правило, обязательно все появляется, хоть даже не за короткий срок. В том числе, вот там сейчас намечено интересное мероприятие, которое уже в начале марта начнется. Это выставка цифрового искусства Тайваня. Расскажите о нем, Марин, пожалуйста, что это? Это специальный проект нашего фестиваля, который будет проходить немного позже. Фестиваль закончится, а потом через две с небольшим недели откроется выставка цифрового искусства Тайваня. Она будет проходить на фабрике в Центре творческих индустрий фабрики. Наш прекрасный и давний партнер, где мы в зале Оливье покажем работы тайваньских художников. В основном это будут видеоработы. И выставка продлится до 29 марта. Да, до 29 марта. Чем Тайвань удостоился вот такого особого специального проекта? Это результат нашего сотрудничества, на самом деле. В прошлом году наш фестиваль показывала выставку на Тайване. И вот в этом году мы решили тоже тайваньцев пригласить к нам. У них очень интересные работы. Они отличаются, например, от работ российских художников, потому что, наверное, то, что они живут в другой стране... Не совершенно другие, конечно. У них другое восприятие мира и другая визуализация, то, о чём они думают. Это всегда очень интересно. Вот посмотреть, когда не один художник, а сразу, предположим, будет 8-10 художников. Я думаю, да, что уже можно какой-то определённый вывод небольшой хотя бы, да, примерно, но и сделать. Представление о том, как там происходит развитие цифрового искусства. Но это любопытно. Да, мы ждём очень эту выставку, это очень интересно. Настя, я бы хотела вот ещё что у тебя узнать. Скажи, пожалуйста, ты следишь за тем, что происходит в мире видеоарта, отсматриваешь, да? Тем более, что уже сейчас ты принимаешь участие даже в фестивалях такого же уровня. Есть ли для тебя какие-то художники, которые являются, ну, не знаю, примером, если можно так выразиться, может быть? Или просто те, которыми ты вот восхищаешься и понимаешь, да, вот это вот мастер просто высочайшего полёта? Да, ну, есть такие, безусловно, художники. Но на самом деле сейчас такое время, когда видеоарта очень много делается, поэтому невозможно уследить за всем. Вот, и очень хорошо, что есть какие-то такие вот фестивали, которые можно, ну, посмотреть и открыть для себя новых художников, потому что, ну, их действительно очень много. Ну, вот, не знаю, мне вот в последнее время очень нравится такая художница Мика Ротенберг. Она вот делает видеоинсталляции, что меня очень привлекает, и работает с темой труда. Да, причём это всё такое немножко сюрреалистическое такое видео. Она снимает женщин в каких-то коробках, которые делают довольно абсурдные какие-то, ну, вещи, процессы, но всё вместе это выглядит очень убедительно. Ну, и, в общем, про труд. А скажите, а это принципиально, чтобы вот в видеоарте не было слов? Или есть некоторые работы, которые ещё и... Есть, есть. Да, 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 мы видели подстрочник некий такой идёт, а есть ещё и голос тоже накладывается, да? Нет, бывает, конечно. Бывает голос, бывает музыка, да, или просто фон, всё что угодно. А что, мне интересно ещё вот, что касается образования. Насколько оно важно для видеоарта? Ну, хорошо, наверное, тогда так, для участия в фестивале сейчас и потом. Но у Насти всё тут, всё очень-очень-очень даже понятно. Московская школа фотографий, мультимедиа, ротчинг. До этого Московский текстильный университет имени Косыгина. Ну, и дальше проекты, и уже персональные выставки и так далее, и тому подобное. Что касается остальных художников, вы как-то просите резюме прислать, Марина, не знаю, но... Или это совершенно не имеет значения образование человека в данном случае? Это не имеет значения. Мы просим, конечно, чтобы художники написали о себе что-нибудь в свободной форме, и что они считают нужным нам рассказать, что они хотят, и о своей работе. Но образование нас не очень волнует. Хотя, как показывает опыт, что художники, у которых всё-таки есть образование, они делают работы всё-таки более интересные и более профессиональные. Оставляя меньше вопросов. Как-то всё очень правильно и понятно, да? Что, зачем, почему? Ну, да, в какой-то степени да, но на самом деле это не важно. Ведь разные люди бывают, и люди, которые учатся сами всему, и всё делают сами. В общем, да, это для нас не имеет значения. Люди, у которых бывает, или на область, в качестве хобби, но делают они это невероятно круто и классно. Настя, я вот у тебя хотела сказать, ну, ты уже для себя определила всё на всю жизнь, да, что вот это тот путь, по которому ты пойдёшь, художник, всё-таки нет. Нет, в смысле художник? Это сто процентов, да, что художник, а вот видеоарт, будешь ли ты посвящать себя целиком полностью именно видеоарту, или, возможно, какие-то другие ещё интересные истории проекта? Ну, вот я сейчас просто колеблюсь, всё время колеблюсь между... Ещё в поисках, да? Я пробую себя, ищу. Но у меня всё равно видео, оно постоянно, постоянно я обращаюсь к видео, и оно постоянно присутствует как бы либо в виде инсталляции, либо даже в перформансе. Но меня вот ещё перформанс интересует. Да-да-да. Но то, что искусство, да, мне кажется, я ничего другого не умею делать. Ну, а, например, что касается природы дикой, вот это неинтересная история? У нас просто недавно был Сергей Горшков, величайший фотограф дикой. Неинтересна эта тема? Дикая природа? Да. Ну, почему-нибудь бы нет, но, мне кажется, не знаю, я не живу в дикой природе, поэтому меня интересует обычно то, что меня окружает. Окружающие миры. Хорошо, конечно, интересно. Что касается твоих персональных выставок, что-то уже намечено у тебя на, там, ну, не знаю, на год, на 18-й, может быть, не так скоро, на осень, пока думаешь? Ну, пока что нет. Вот у меня просто сейчас несколько проектов начатых есть, и вот мне сейчас такое время, когда нужно определиться, над чем вот работать, и, может быть, к концу года, да, будет выставка. Но вот прям пока намеченных нет. Ну, в любом случае, я тебе желаю пока, тогда на данном этапе, победы, достойного места, правильного. Вот, да, я уже, я очень полюбила уже твоего вот этого чудесного человечка. Очень очаровательный. Очень трогательный просто. Марина, вопрос, который вам задавала во время клипа в нашем эфире, но хочу сдать его сейчас для всех. На сегодняшний день какое настроение всё-таки у большинства художников, участников фестиваля? Потому что, ну, если вот так вот набрать в поисковой системе, где-то набрать в видеоарт, встречаются, конечно, такие мнения и бытуют, что это всё-таки очень много депрессухи, очень много чего-то такого жуткого, и надо прям как-то так настолько легко к этому относиться и не очень-то сильно, в общем, принимать близко к сердцу. Вот что вы скажете? Ну, у нас очень разные работы, просто удивительно разные. Есть работы, конечно, такие невнушающие оптимизма, есть такие достаточно лёгкие жизнерадостные работы, есть такие просто вот очень красивые работы, есть концептуальные работы, которые, может быть, не очень интересно смотреть, но если их честно посмотреть до конца и послушать и почитать, что сказал автор, то получается, что это интересно. И даже вот настолько разные, что я не могу их подвести под единый знаменатель. В общем, палитра, красок, настроений, чувств. А вот ещё, что интересно, что касается длины этих, как, кстати, правильно говорить, ролики, сюжеты, видеоработы, наверное, да? Что касается фестиваля, там продолжительность до 20, да, не больше 20 минут. 20 минут попробовать высмотреть, мне кажется, даже вот с членом жюри, но это не так просто заставить. Ну, это до 20 минут. Многие работы намного короче. Всё-таки, да? Да. 20 – это исключение скорее. Ну, их не так много, большинство всё-таки покороче, но мы принимаем, на самом деле, и более длинные работы. Просто это как бы всё-таки мы обозначили границу, что бы мы хотели видеть, потому что длиннее это действительно уже сложно, на самом деле, смотреть. Но если нам приходит прекрасная работа, особенно если она вписывается в нашу тему, мы, конечно, покажем, даже если она будет целый час идти. Но что делать? Ну, час, в общем, да, наверное, тогда это уже… Ну, вот, класс, это практически художественный фильм можно развернуть. Такие события и такие… Ну, да, но обычно они происходят без событий, такие длинные ленты, и не похожи на кино, а такое какое-то очень своеобразное действие там происходит. Здрасте. Прервёмся совсем ненадолго, ещё у нас музыкальная пауза небольшая, и после чего вернёмся в студию. Оставайтесь с нами. Программа продолжается. Друзья, мы продолжаем говорить о фестивале международном, фестивале видеоарта сейчас, и потом 18. 7 февраля мы уже с вами можем отправиться на открытие фестиваля. Продлится он до 16 февраля в Центре дизайна ArtPlay. Огромное количество стран, талантливые художники представляют свои видеоработы, конкурсная программа. Гости очень уважаемые, почтенные со многих стран. Но самое главное, конечно, мы с вами должны понимать, что эти работы так уж складываются почему-то исторически в нашей жизни, что они потом уже не представляются широкому кругу, не в интернете нигде, но, может быть, только в частном порядке, наверное, у художников в их соцсетях. Ну или смотреть афиши в своём городе, ждать, когда вот Марина Фоменко, директор и куратор фестиваля, привезёт эти работы к вам, и вы сможете посмотреть. Продолжаем разговор. У нас также в гостях и Настя Кузьмина, художник, чьи работы как раз принимают участие в фестивале. Но вот если говорить как раз об этом, Марина, ну что касается твоей работы, вот ты каждый раз, ведь огромное количество времени ты говоришь, что, например, эту работу, которую принимает Марина, я смотрю на Настя, пожалуйста, которая принимает участие в фестивале, ты работала над ней три месяца. И это всё-таки достаточно много времени. Она была показана у тебя на персональной выставке, да, сейчас она вот принимает участие в фестивале, ну а дальше судьба этой работы. Ведь наверняка хочется, чтобы она жила, чтобы её видели люди как можно дольше. Ну да, да, конечно, хочется. Ну вот возможности это посылать, мне кажется, на фестивали разные. Отличные фестивали подобного уровня, и только лишь сегодня. Ну или, может быть, на групповой выставке её показать тоже возможно. Да. Ну а так, может быть, в сети. Где-нибудь искать ловить. Да, в общем, уникальная возможность, друзья, как раз посмотреть всё самое лучшее и лучшее на момент как раз дня сегодняшнего, что касается. Да, и предыдущих двух лет. И предыдущих двух лет. Марина, ну а что касается вот вашей цели, наверное, такой самый глобальный, этот фестиваль, для чего он, как вам кажется? Он для того, чтобы мы могли показать в Москве каждый год работы художников со всего мира и создать такую площадку, где эти художники могли бы встретиться, может быть, и нереально, но хотя бы виртуально. Потому что всё-таки, мне кажется, это очень важно, давать художникам такую возможность, и нашим зрителям давать возможность посмотреть на работы этих художников. А почему именно видеоарт? Почему вы именно на этот вид искусства, наверное, сделали такие ставки, посвятили всю жизнь этому? Ну не всю жизнь. В вашем случае последние 8 лет с рождением фестиваля. Ну это потому, что я как художник сама много занималась и занимаюсь видеоартом. Это такая моя область особого интереса. Я очень люблю этот вид искусства. И вот как оказалось, можно организовать фестиваль. Это любовь взаимная, как оказалось. Да, надеюсь, что да. И что можно, не выходя из дома, но только потратив большое количество времени, можно организовать фестиваль. И художники, чем в видеоарт, конечно, проще организовывать выставки в видеоарте и фестивале, что художник присылает просто свою работу. Да, одним кликом мышки, что называется. Да, одним кликом загружает, мы ее к себе загружаем, и все. Да, и работа уже в другом конце земли. Да, и это, конечно, упрощает нам жизнь намного, потому что с большими произведениями искусства все гораздо сложнее. Друзья, еще небольшой перерыв, и продолжим общаться. Друзья, программа «Лучшее в стране». И нас с вами, безусловно, ожидает впереди одно из самых лучших и значимых в нашей стране таких действий. Это международный фестиваль видеоарта «Сейчас и потом 18», который пройдет в Центре дизайна Artplay с 7 по 16 февраля. Давайте спланируем свою жизнь так, чтобы хотя бы на денечек оказаться в Центре дизайна Artplay и посмотреть на замечательные работы, которые будут в конкурсе участвовать, которые были просто отобраны в рамках фестиваля для того, чтобы мы с вами насладились. 72 страны мира принимали участие в этом году, и вот 44 художника. Мы продолжаем говорить. Марина Фоменко, директор-куратор у нас и этого фестиваля, и Настя Кузьмина, художник, чью работу мы с вами также увидим обязательно на этой выставке. У нас остается буквально 3 минуты. Я, наверное, хочу попросить вас пригласить людей по возможности и, может быть, что-то еще в двух словах сказать. Ну, начну, наверное, с тебя, Настя. Попрошу тебя поделиться еще раз своими эмоциями и, может быть, позвать, не знаю, своих ровесников, наших ровесников, тех, кто смотрит, слушает «Страну ФМ» от из уст профессионала приглашению, пусть прозвучит сейчас. Ну, мне кажется, у нас не так много фестивалей проходит видеоарта, и это действительно какая-то уникальная возможность прийти туда и посмотреть как бы видеоарт, вообще разный, плюс увидеть работы художников не только российских, но и зарубежных, и вот еще, оказывается, 90-летней художнице тоже посмотреть. Мне кажется, это здорово, что тут нет ограничений по возрасту в этом фестивале. Друзья, и знаете, что Настя Кузьмина тоже отправится на эту выставку, ну, дай бог потом, для получения приза уже, специального награждения, но прежде всего он еще отправится, чтобы посмотреть другие работы, потому что, как выяснилось, по правилам, ну, в общем, участники фестиваля просто не имеют возможности посмотреть работы своих там конкурентов, художников из других стран. Настя, тебе удачи еще раз. Спасибо. Будем рады тебя видеть всегда и с удовольствием, конечно, будем ждать твоих персональных выставок. Марина Фоменко, директор, куратор и, в общем, ну, и муза этого проекта, фестиваля, и основательница, и можно говорить долго и бесконечно, удивительный просто человек, для меня восхищаюсь, Марина. Спасибо. Ну, мы всех ждем, конечно, всех, кому интересен, в первую очередь, видеоарт, всех, кого интересует искусство, потому что видеоарт – это такое очень динамично развивающееся отрасль искусства, в котором пробуют себя очень многие художники. И это, в самом деле, такая нечастая возможность увидеть одновременно работу, скажем, 40 художников из самых разных стран. И большинство из этих работ потом нам вряд ли доведется увидеть, потому что художники редко выкладывают свои работы в сетях, а здесь мы сможем в спокойной обстановке и, сравнивая одну с другой, посмотреть вот огромное количество работ. Нужна ли какая-то подготовка, Марина, специально к этому? Специально подготовки не надо, только настрой на то, что вы хотите посмотреть самые разные произведения. Обратила внимание на то, что есть возрастное ограничение 18+. Значит ли это, что с детьми лучше не отправляться? Ну, лучше не отправляться. Там у нас нет ничего такого страшного, но иногда появляется обнажённое тело в некоторых работах, а это уже ограничение, естественно, для детей. Но лучше не надо, конечно, с детьми. Спасибо вам большое ещё раз. Друзья, напомню, 7 и 16 февраля, с 7 по 16 в центре дизайна и арт-плей Международный фестиваль видеоарта. Сейчас, потом, в 18. Давайте увидимся там. Видеоарту процветания и фестивалю, конечно. Спасибо большое. Многое-многое лето. Спасибо вам большое. И всемирной славы. Спасибо большое. Спасибо вам. До новых встреч. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.